Давайте все-таки разбираться, приступать к нашей тематике сегодняшнего занятия остеоартроза или остеоартрита. Итак, позволю себе представиться. Меня зовут Теплякова Ольга Вячеславовна. Я являюсь профессором, руководителем Центра клинической ревматологии в медицинском объединении «Новая больница» в городе Екатеринбурге. Начинаем. Если у вас появляются какие-то вопросы по ходу, у нас с вами есть и колоночка вопросов, где вы можете их напечатать или в чате их напечатать. То есть я буду с удовольствием отвечать, но, наверное, уже после того, как закончим проведение нашей школы. Итак, остеоартроз всегда существовала в Российской Федерации. Во всяком случае, мы всегда использовали данное понятие. И вдруг с 2016 года на европейский манер к нам приходит такое понятие, как остеоартрит. В медицине ОЗ и ИТ, два окончания, они как раз-таки отличаются тем, что окончание ОЗ, оно вроде бы как показывает дегенеративные изменения, ну то есть изношенность, говоря словами. А именно окончание ИТ указывает на воспалительный компонент. И мы стали теперь называть остеоартрит. Ну да, конечно, безусловно, там и обязательно есть воспалительный компонент, когда мы говорим о данном заболевании. Но есть только одно маленькое «но». Мы должны, конечно, адаптировать всегда названия на то, как они привычны, созвучны разным словам в русском ухе. И поэтому, когда человек, который является русскоязычным, слушает слово «остеоартрит», первая частичка, первый корень остео, как правило, уходит и возникает, остается зачастую артрит. И бывает очень большая неразбериха в этом. После того, как пациент услышал это название, он начинает активно искать информацию про артриты, а это совершенно другая история, как говорили наши известные киногерои. Поэтому, если я сегодня буду перескакивать со слова «остеоартроз» на «остеоартрит» или наоборот, понимайте меня правильно, что это мы говорим об одном и том же заболевании. Итак, начинаем и начнем мы со следующего. Начнем мы с того, как преподают в медицинском вузе проблему остеоартрита. Но позволю себе об этом поговорить, потому что все-таки являюсь и сама преподавателем, и поэтому я примерно понимаю, с каким уровнем уходят наши врачи, с каким пониманием заболевания. От того, как они понимают данное заболевание, от этого очень сильно будет зависеть то, как они дальше относятся к пациенту и как лечат данные заболевания. Итак, безусловно, еще на первых курсах студентам говорят о том, что суставной хрящ имеет определенные функции. Прежде всего, это хрящ покрывает две косточки, и это обеспечивает скольжение суставных поверхностей при движении. Кроме того, на опорных суставах, например, на коленных суставах, классический пример, ослабление нагрузки, когда действуют механические факторы. То есть, как амортизатор, как губка, такая достаточно плотная, хрящ может несколько деформироваться, потом спружинивать и таким образом ослаблять нагрузку. Ну и может, конечно, вследствие этого деформироваться под действием физической нагрузки. Так, прошу прощения. Если мы с вами посмотрим, как выглядит хрящ в норме, и что же происходит дальше при остеоартрите или при остеоартрозе, то мы с вами увидим следующее. Итак, коленный сустав – это классика жанра. Мы сегодня много будем говорить именно про коленный сустав, потому что именно для остеоартрита характерно поражение коленных суставов, прежде всего. Итак, верхняя бедренная косточка, нижняя большеберцовая кость. Все, что мы сейчас видим, вот таким серой частью, это сочленяющиеся поверхности, покрытые хрящом. И дополнительно в коленном суставе у нас имеются еще прокладочки. Вот такие две прокладочки, которые мы называем менисками, которые образуются и растут вместе с костями у молодых людей. То есть, чтобы полностью были конгруентны двум вот этим поверхностям и дополнительно могли амортизировать нагрузку. Вот так выглядят мениски в виде таких полулуний. Вот так. И все это покрыто суставной капсулой. Что происходит при остеоартрите, как мы сейчас будем говорить? Начинаются самые разные факторы. А именно, происходит вследствие повреждений, воспалений. Хрящ разволокняется. У него возникают какие-то мельчайшие эрозии. Как мы говорим, детрит, вот такая пыль, которая поступает в область сустава. Дальше. Кроме того, снижаются еще и вязко-эластичные свойства синавиальной жидкости. Ну и кроме того, посмотрите, здесь указано, появляются дополнительные костные формации. И вот так вот выглядит. То есть, есть обязательно воспалительный компонент. Есть обязательно еще и деградация. То есть, такой невоспалительный компонент. Но вот так выглядит остеоартрит. Если мы с вами посмотрим на картинке, что при суставной хрящ в норме выглядит именно таким образом. Гладкий, красивый, эластичный. В нем есть хрящевой слой, в котором есть еще клеточки хондроциты. Обязательно есть волокна, которые не имеют такой клеточной структуры. Но эти волокна нам дают возможность именно амортизации. Ну и красивые живые клеточки хондроциты, которые имеют большее значение тогда, когда идет как раз-таки формирование хряща. И вот начальная стадия остеоартрита или остеоартроза по старой номенклатуре. Хрящ уже перестает быть таким гладким. Возникают дефекты в хрящевом слое. Разволокняется волокна. Сами хондроциты уже выглядят не совсем естественным образом. Да и свойства синавиальной жидкости также снижаются. А вот то, что прогрессирующее течение. Суставной хрящ начинает уменьшаться в своем размере. Вплоть до обнажения костной ткани. Возникают трещины в хрящевом слое, которые доходят уже до подлежащей кости. Ну и хондроциты, мы говорим о том, что это начинается их такая запрограммированная гипель хондроцита. Вот так. И если мы с вами посмотрим, как раз-таки такую схему, которую мы и преподаем нашим студентам. Это то, что в норме вот так выглядит костная ткань, сверху хрящевая ткань, в которой есть хондроциты, еще раз, клеточки, в которой есть волокна, который осуществляет амортизацию. И если в течение времени происходят изменения, то хрящ становится не таким, каким он должен быть. Теряются его свойства, теряется вот эта возможность амортизации, он сам уменьшается по своей высоте. Дальше происходит еще и изменение подлежащей кости, здесь не совсем все это указано. И таким образом вот так вот и происходит развитие остеоартрита. И таким образом, когда мы говорим нашим студентам, даем вот прямо это определение, что это разнородная группа заболеваний, разной теологии, в основе которой лежит повреждение прежде всего хряща, хотя и другие структуры сустава также изменяются. Их в конечном итоге формируются вот такие изменения сустава. Итак, вот так мы говорим нашим студентам, и с чем они к нам выходят. Они пропускают, как правило, вот эту часть, что это гетерогенная, разнородная группа заболеваний с разным происхождением, а запоминают только классически вот эту картинку, в которой, видите, уже имеются дефекты хряща, вот они здесь такие, имеются костные разрастания, то есть они запоминают данную картинку и, соответственно, выходят у нас зачастую с тем, что остеоартроз или остеоартрит – это неуклонно прогрессирующее заболевание, которое должно в конечном итоге перейти вот в такую стадию, в которой ничего больше нет, кроме как замены сустава, эндопротезирование. И вот с этими знаниями, к сожалению, у нас студенты зачастую и пользуются. Кроме того, они знают прекрасно эпидемиологию о том, что в России насчитывается более 4 миллионов людей с установленным диагнозом остеоартрита. Если у нас живет там 120-130 миллионов, то есть можете представить, какие огромные цифры. Но они недооценены, потому что может достигать истинная численность 15 миллионов. Что еще очень интересно, посмотрите на следующую фразу, которая так из-под воль, но западает в голову. В России остеоартрит поражает больше 20 человек в возрасте от 18 лет и старше. И тут же, то есть остеоартрит может быть у такого молодого человека от 18 лет. Видите, как нам дают вот такие вот фразы. И вот здесь, опять же, абсолютно как бы наши доктора, к сожалению, как мы говорим, всех расчесывают под одну гребенку. То есть и 18-летним легко диагноз остеоартрита могут остановить. Почему? Да потому что так научили, к сожалению, в УЗИ. Вот давая такие общие фразы, общие бетемиологические данные, они все правильные. Но их нужно правильно, как под правильным ракурсом, под правильным освещением посмотреть. Поэтому мы этим с вами и будем сейчас заниматься. И вот теперь очень важно, что мы стараемся преподнести и нашим пациентам, чтобы развеять их страхи. И также стараемся преподнести и нашим студентам в отношении того, что очень важно знать все-таки основные правила течения остеоартрита. И не путать другие заболевания с остеоартритом. Итак, вперед. Значит, остеоартрит. Во-первых, если мы говорим о том, что есть такое понятие, как первичный остеоартрит, то в этом случае мы понимаем, что не должно быть никаких провоцирующих факторов. Ну, в частности, травм, там еще чего-то. Мы сегодня как раз-таки и будем говорить об этом заболевании преимущественно. Хотя мы с вами скажем также и о том, что остеоартрит может быть вторичным тогда, когда у человека будут повреждения на фоне, допустим, травмы коленного сустава. Итак, типичные суставы для первичного остеоартрита. Итак, смотрим то, что образовано красным цветом. Это межфаланговые суставы. Давайте я покажу их. Вот у нас есть фаланги. У нас их всего три. Раз, два и три. Межфаланговые суставы. Они типичны для остеоартрита. Картинки мы с вами посмотрим. Да. Первый запясно-пясный сустав. Да. А вот лучше запясный сустав. Пяснофаланговые вот эти вот суставы. Они для остеоартрита нетипичны. Так же, как и локтевые и плечевые суставы. То есть, если диагноз устанавливается остеоартрит локтевого сустава или плечевого сустава, у меня очень большие всегда вопросы возникают, как у ревматолога. А на что вы ориентировались? Если вы ориентировались на рентгеновские снимки, то да, там у нас всем напишут, к сожалению, наши рентгенологи. Это их рентгенологические признаки, которые в 4-5 раз встречаются чаще, чем клиническая картина. Безусловно. Но это не эквивалент у остеоартрита. Действительно, просветить любой сустав у нас окажутся хоть какие-то признаки изменения, деградации сустава. Но это не есть остеоартрит. Остеоартрит должен быть симптомным. То есть, если человек к вам приходит с болью в плече, прислушайтесь, из-за чего эта боль возникает. И далеко не всегда, практически никогда она не связана именно с остеоартритом. Смотрим дальше. Локализация. Шейный отдел, поясничный отдел. Ну, то, что раньше называлось остеохондрозом, ну, в принципе, да, там могут быть дегенеративные и воспалительные изменения. То есть, это, безусловно, может быть связано. Коленные и тазобедренные суставы. Согласна. Первый плюс нефаланговый суставы. И практически все. Голеностопный сустав, как именно остеоартритный, нетипичен. Боли там связаны совершенно с другими причинами. И вот об этих других причинах, то, что зеленым выделено, это, как мы говорим, мягкие ткани, переартикулярные ткани. То есть, связаны либо с воспалениями сухожилий, либо с воспалением сумок или других причин. Практически по многим заболеваниям мы или проводим школы, или будем проводить школы. По боли в плече такая школа была. По боли в стопе, в голеностопном суставе у нас она запланирована, тоже обязательно будет. Подходы разные. Почему мы говорим здесь об очень важном понимании, с чем пришел пациент? Он пришел к вам с болью. И купировать, к нам вернее с болью, и купировать эту боль нужно по-разному. Купировать ее нужно в зависимости от того, какая причина привела. А не всем подряд давать однотипные препараты. Итак, давайте мы сегодня большую часть посвятим коленам, суставам. А потом я вам покажу различия для остеоартрита других локализаций. Потому что, опять же, под одну гребенку всех нельзя проводить. Локализация имеет огромное значение. Итак, типичные симптомы остеоартрита коленных суставов. Ну, во-первых, начнем даже с того, что это заболевание симметричное. То есть, конечно, заболевание никогда не появится в одночасье. Вот так вот прямо быстро. Оно будет развиваться потихонечку. И когда спрашиваешь пациента, что у вас болит, и как давно это началось. Началось это, скажет, несколько месяцев, лет тому назад. Потому что пока появились боли в коленных суставах, он будет самостоятельно их пытаться каким-то образом купировать. И прежде чем придет к нам, к врачам. Поэтому это достаточно медленно, так эпизодично, по синусоиде, как мы говорим. Медленно и симметрично. Какие типичные симптомы? Как мы говорим, боль механического характера. То есть, боль, которая идет при нагрузках. Даже мы спрашиваем, когда сильнее болит. Чаще всего это ходьба вниз по лесенке, безусловно. Потом уже, неважно, куда вверх-вниз, она все равно будет болеть коленный сустав и по плоской. Но это уже позже появится. Боль может иметь стартовый характер. Стартовый характер, то есть первые движения. Посидел человек, полежал, и вот первые движения. С чем это связано? А как раз-таки вот это воспаленное вещество в коленном суставе, его, как мы говорим, нужно разогнать по суставу, снять вот это воспаление. И тогда тоже такие боли типичны. Иногда нам дают такие термины, как отстегиваются ноги, болтаются ноги. Вот эта утренняя скованность, она кратковременная будет. После пребывания в покое или с утра, это несколько минут. В поздних стадиях и функция сустава будет нарушаться, и мы слышим такое потрескивание, крепитацию, неполное сгибание. Ну а если идет более выраженное воспаление, то боль будет не только при нагрузках, но и в покое, и ночная боль. Вот такие симптомы. Но самое классическое, медленное, постепенное, симметричный характер. И кто у нас должен болеть остеоартритом коленного сустава? Опять же, мы исключаем сейчас вторичные причины, то есть исключаем воспаление предшествующее, исключаем травму. Кто болеет? Итак, мы здесь помним о том, что нам родители обязательно дают при рождении огромный запас резерв самых разных тканей. Неважно чего. Легочная ткань, резерв хрящевой ткани. Все это нам дано в запас. Поэтому, если не было повреждающих факторов, то остеоартрит коленного сустава, он будет симптомным, то есть появятся симптомы только тогда, когда у нас дойдет речь вот до определенного износа сустава, уменьшения хряща, до определенного воспаления. Но до этого нужно дожить определенное время. Поэтому мы и говорим, что, как правило, до 40 лет остеоартрит не проявляется. Если он первичный, конечно. Потому что, если была травма сустава, то может быть и раньше. Ну или если там избыточный вес, допустим, 150 кг, то тоже, конечно, может остеоартрит появиться и в более ранний период. Поэтому для нас вот это именно важно. О том, что остеоартрит не появляется рано. Идем дальше. И вот это тот, на что я акцентировала внимание. Посмотрите, работа выполнялась в институте ревматологии около 10 лет тому назад. Спрашивали врачи, с какими локализациями остеоартрита вы сталкиваетесь в повседневной практике. И что оказалось? Коленные могут быть тазобедренные, кисти, стопы, позвоночник. Да. Но видите, врачи-то и голеностопные, и плечевые, и локтевые суставы указывают в качестве локализации. То есть, это значит, что будут подходить именно к данным локализациям по принципам лечения остеоартрита, не задумываясь о том, что голеностоп, плечо и локтевой сустав наиболее часто это как раз таки переартикулярная патология. Ну давайте два слова буквально скажем, что и в коленных суставах, даже вот при такой механической боли, далеко не всегда это остеоартрит. Если это молодой человек, 20 плюс, 30 плюс, то чаще всего, если жалуются на боль в коленном суставе, она связана с так называемым пателофеморальным синдромом. Вот у этой девочки, которая справа более выражена, видите, ножки немножко у нее искривлены, и в результате того происходит, что коленная чашечка, она движется не по правильной траектории, а чуть-чуть смещается в сторону. Этого достаточно для того, чтобы она как бы постоянно намозоливалась, натиралась изнутри. Вот такое состояние в коленной чашечке и происходит. И тогда будет боль в коленном суставе, а чаще особенно при таких нагрузках, как приседание, ходьба по лестнице вверх. Вот оно показано, как это может выглядеть. Для девушек это более типично, потому что у девушек идет из минения таза, то есть более развернутый таз, это анатомический. И меньше мышечного аппарата, поэтому пателофеморальный синдром встречается чаще. Особенно после приседаний, после горных лыж, после бега. То есть тогда, когда вот коленная чашечка постоянно осуществляет такие вот движения, циркулярные движения. Но тем не менее, об этом и более подробно мы рассказывали в прошлом году на школах по школе для коленного сустава. Можно ее посмотреть. Разрыв дегенеративно измененного мениска. Более старшая патология. И опять же, да, может быть в основе остеоартрит, но разрыв мениска, он совершенно по-другому для человека будет проявляться. Это внезапно возникшая острая боль в коленном суставе. Асимметрично. То есть никогда остеоартрит не будет развиваться быстро в одночасье. Это типично для повреждения мениска. Встал не так, покрутил ногой не так, буквально сделал движение и может мениск треснуть, быть дегенеративный такой разрыв. Вот. Вследствие этого, почему так происходит? Потому что у нас со временем мениски теряют свою кровеносную сеть. Это только в молодом возрасте, они эластичные, поэтому они более хрупкие. И такая классическая картинка из интернета, разрывы могут быть самые разные. Радиальные, допустим, по типу ручки-лейки, поперечные, продольные, то есть самые разные разрывы. Конечно, разрыв, который выходит на две поверхности мениски, он опасен тем, что это будет не только воспаление вследствие повреждения, но это возможно и то, что будет кусочек этого мениска ходить из стороны в сторону и заклинивать коленный сустав. Да, мы можем посмотреть, у нас есть специальные пробы, когда мы сдавливаем поврежденные мениски, пациент, появляется боль. Но самое главное для врача, это то, что боль появилась асимметрично. Если мы говорим о разрыве мениска, то в большинстве случаев требуется консервативное лечение, если не произошли заблокирования сустава. И в принципе, в течение трех месяцев, как видите, сроки восстановления в суставе происходят. Это делает матушка природа, потому что на любое воспаление она реагирует постепенно вот таким восстановлением. Удалять просто так разорванные мениски нет смысла, потому что это быстро будет, конечно, восстановление функций, но в долгосрочном эффекте. Что человек, который удаляли мениски, что не удаляли, как по функции, так и по боли, это примерно одинаково. Исключение составляет только лишь синдром блокирования. Ну, еще одна патология, дальше возвращаемся к нашему остеоартриту. Это то, что есть у человека еще так называемая анцириновая или гусиная сумка, она находится ниже коленного сустава, вот в этой вот зонке. Вот здесь как раз пациент вам показывает, и эта боль, она тоже связана именно с воспалением околосуставных тканей. И, к сожалению, вот таким вот, то, что я сейчас оговариваю, к сожалению, этому практически у нас уделяется очень мало времени. Не хватает времени, чтобы дать будущим врачам разницу услышать, как проявляются данные симптомы. Точно так же, как и боль в суставе, в тазобедренном. Когда нам пациент показывает, что болит вот здесь, снаружи, то мы говорим, что это как раз-таки зона прикрепления сухожилий ягодичных мышц и никакого отношения к суставу, который располагается в проекции паховой области, абсолютно не имеет. Это все заболевания мягких тканей. Лечится совершенно по другим принципам. Поэтому внесем такой резюме о том, что патология встречается часто и гораздо чаще и очень часто подменяется диагнозом остеоартрит. Потому что таких больных, которые указывают на боль в суставе, наши врачи направляют на рентген, а на рентгене 100% найдут признаки остеоартрита. Он не объясняет рентген абсолютно болевого синдрома, но это очень достаточно удобно, раз есть диагноз рентгеном подтвержденным. Дальше назначить так называемые хондропротекторы, которые в данном случае абсолютно будут неэффективны в силу совершенно других обстоятельств. и поэтому ощущение, что ничего и не помогает. Поэтому диагноз остеоартрита и диагноз патологии около суставных мягких тканей устанавливаются не по рентгену и не просите у врачей рентгену. Он очень мало дает информации просто при клиническом осмотре. Основные задачи терапии при патологии около суставных мягких тканей это объяснить пациенту, обезболить в зависимости от выраженности боли и мобилизовать, то есть сделать акцент на растяжку, на вот эти эксцентрические упражнения, это стретчинг, растяжка. Инвалидизации при патологии около суставных мягких тканей не бывает и лечим всегда амбулаторно. Но теперь возвращаемся к проблеме остеоартрита и скажем, что же действительно беспокоит нашего пациента. Итак, рентген ли беспокоит? Задумаемся сейчас. Давайте. Буквально несколько секунд. Если диагноз остеоартрита все-таки, то что же пациента будет беспокоить? Скажите, наверное, боль и будете по-своему правы. Давайте подумаем. Если диагноз остеоартрит, это не является угрожающим для жизни состоянием и поэтому беспокоить будет снижение качества жизни. Боль является только одним из проявлений. и так задумаемся. Качество жизни. Вот такое определение показатель соответствия наших желаний, желаний человека, реальной возможности их осуществления. Помните, прекрасный тост был, да? чтобы наши желания и наши возможности совпадали. Это как раз таки тост о качестве жизни. То есть то, насколько человеку комфортно внутри себя и в рамках общества реализовать свои потребности. Вот так вот сложно, но тем не менее это действительно реалии. И опять же делаю акцент. Вспомните, наших, к сожалению, выпускников очень часто учат. Есть боль, лечим боли, да? И мы зачастую не задумываемся, а что же она значит для человека. Давайте подумаем про остеоартрит. Что мы понимаем за прогрессию, за боязнь наших пациентов? Вряд ли то, что ему страшно, что по рентгену будет измениться. Но рентген, рентген, мы его вообще не видим, пока не сделают снимочки. И честно говоря, вот не эта картина беспокоит человека. И поэтому мы сегодня будем несколько раз акценты делать не в рентгене делать для диагностики остеоартрита и дальнейшей прогрессии. Беспокоить может внешний вид? Ну, наверное, да, потому что если такое развивается у женщины, допустим, но и мужчины, такие кривые ноги, то, конечно, это резко снижает эстетический дискомфорт, по крайней мере. Хотя и на первом плане, но, конечно, эстетика тоже влияет на качество жизни. Боль, пожалуй, да. Это одно из ведущих, наверное, проявлений, которые вот боятся наши пациенты, что будет вечно болеть. Почему? Ну, потому что придется принимать много таблеток, которые имеют побочные эффекты. Да, это боится наш пациент. Я бы сказала, что есть еще и другое качество, что прогрессии мы боимся, потому, но, во всяком случае, я бы, например, у себя это выдвинула на первый план. Я не смогу быть такой активной, какой я хочу. То есть, при остеоартрите уже ограничения появляются. Не покататься на велосипеде, который здесь стоит, не полазить по горам, по долам, там, ну, нет той активности, которой бы хотелось. Поэтому, конечно, это еще одна боязнь. Не столько боли, сколько нарушение привычного, активного образа жизни. Вот наши страхи, с которыми пациенты приходят к нам. И вот, что интересное появилось. Если мы учим наших врачей и будущих выпускников именно восприятие остеоартрита как дегенеративной патологии, ну, вот, что-то, нечто сродни тому, как в машине есть подшипники, там, я не знаю, какие-то структуры, и вот они снашиваются, 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 то на самом деле мы не к этому должны подходить. Мы должны подходить совершенно с других целей. То есть, если наши выпускники, они понимают о том, что все, поставили диагноз остеоартрит, он будет неуклонно прогрессировать. И вот смотрите, что мы получаем. Великолепнейшее исследование несколько лет тому назад проводилось в Голландии. Взяли пациентов преимущественно с болью в коленном суставе, которых никаких других заболеваний, кроме как остеоартрита, не было. И выявили, что прогрессирует остеоартрит совершенно по-разному. И вот эти траектории прогрессирования очень быстро, неуклонно, всего-то 4%. Раннее и позднее, то есть, там 2-5 лет наблюдения, но приличное количество, то есть, это порядка 40%. Но обратите внимание, 27% это вообще не прогрессоры. То есть, им поставили диагноз остеоартрит, и ничего дальше не происходит. Здорово. То есть, это не так уж как бы пессимистично, то, что мы с вами видим. И вот такие даже схемы. посмотрели, по оси ординат боль, по шкале 0 нет боли, 10 это непереносимая боль, и годы, вот эти 5 лет терапии, 5 лет наблюдения. Исходно, вот так наши пациенты охарактеризовывали боль, и что мы видели? Но есть пациенты, у которых было стабильно, ну, болевые ощущения, то есть, на уровне шестерки 60%, в принципе, это выражено. Были пациенты, у которых боль была средней по выраженности, слабые, ну, в общем, самые разные, и у них не прогрессировало. Как сохранялось, так и сохранялось. Но вот обратите внимание на то, что есть 2 когорты пациентов. Одна когорта, которая дала прогрессию, и мы понимаем, да, что это тяжело, но есть та, которая в течение времени уменьшила боль. Их немного, оказалось 23 пациента, по сравнению с другими группами. Но это значит, что при остеоартрите часть пациентов, которые могут облегчить боль. Так это что? Разве это не уклонное прогрессирование заболевания? Поэтому определение остеоартрита, что это гетерогенная группа заболеваний, имеющая сходный клинический исход, оказывается совсем-совсем не так. Да, есть у нас определенные предикторы, которые неблагоприятны для наших пациентов. Высокий индекс массы тела, конечно, более полные люди у них будет прогрессировать. Низкий уровень образования. Здесь может быть две причины, то есть с низким уровнем образования, может быть, и специальности, которым они работают профессионально, это будут более такие нагрузочные специальности, более физически активные. А может быть, и то, что с низким уровнем образования не будут воспринимать правильность нашего лечения. большая коморбидность, то есть имеются другие заболевания. Действительно, это снижает уровень физической нагрузки и, следовательно, меньше тренировка будет для мышц. Об этом мы будем сегодня говорить. Более высокие исходные оценки по ограничению активности и исходной выраженности боли. Ну, конечно, справедливо. И пассивные стратегии преодоления боли. Вот об этом тоже нужно сказать. О том, что боль она ведь неоднородна. У нас есть очень много пациентов, я об этом скажу, которых есть централизация боли. То есть, когда долго-долго что-то болит, начинают в этом случае у нас возникать уже механизмы, когда боль становится центральной. То есть, человек уже пессимистичен к этому ко всему. И вот они пошли, эти пассивные стратегии. Дай-ка я переложу всю нагрузку на окружающих. Дай я десоциализируюсь. Я перестану посещать мне больно. Я перестану заниматься спортом. Мне больно. Вот они, пассивные стратегии. Это плохо. Поэтому это имеет все огромное значение. Итак, как наши врачи устанавливают диагноз остеоартрита? В основном направляя на рентген. А вот, что интересно есть у нас в Свердловской области. В 2012 году еще был издан такой приказ по министерству. То есть, он совершенно официальный. Для того, чтобы начать лечение по поводу остеоартрита коленного сустава в условиях общей врачебной практики пациентам в возрасте старше 55 лет рентгенологическое подтверждение вообще не обязательно. Действительно, давайте подумаем, зачем нам нужен рентген? Для того, чтобы установить артроз, остеоартрит для диагноз, мы вот так вам скажем, по клинической картине по типичной, по скрипу в суставах типичной. Вообще, вот скажем, что вы болеете остеоартритом. То есть, для чего нам тогда нужно? Рентген, он не облегчит вашего состояния, уверяю вас, не требуем от врача рентгена. Ну, конечно, как мы говорим, да, тоже великолепная фраза «за ваши деньги сделаем все в частных центрах», но смысла в этом большого нет. Поэтому рентген нам нужен для того, чтобы а. может быть, провести экспертную функцию, если больной претендует на инвалидность, к примеру, или б. отправить пациента в далеко зашедших стадиях на эндопротезирование. Ну, хорошо тогда, действительно, да, но и крайне редко, когда мы проводим какую-то дифференциальную диагностику. Во всех остальных случаях мы должны пациента слушать, чувствовать, трогать. И вот в этом случае нам этого вполне достаточно для установки диагноза. Направление на рентгенографию чревато. На рентгенографии очень часто пишут признаки остеоартрита. И нужно понимать, что любой признак, то есть, естественно, мы со временем изменяемся, становимся за 40, за 50 лет какие-то признаки изменения суставов появятся. Но это рентгенологические признаки. Мы пытаемся донести до врачей, что рентгенологические признаки это рентген, а у человека должно быть симптомные, какие-то симптомы появляться. И вот смотрите, распространенность рентгенологического остеоартрита, американская работа, кисти, коленные суставы, разный возраст, бедра, и тут же самое распространенность симптоматического артрита. Это проценты. 27% допустим по кистям, а клинически это всего 7%. По суставам, допустим коленам 37% после 60 лет и всего 12% по симптоматическим. Поэтому на рентген не надо ориентироваться. Он ведет в заблуждение. Он приведет к ненужным лечениям, ненужным правилам лечения. Но если уж вам сделали рентген, давайте научимся его оценивать. По рентгенографии тазобедренных суставов. Что нас здесь будет интересовать? Форма головки в норме вот такая круглая. И нас будет интересовать с вами вот эта вот межсуставная щель. Между головкой и вертлужной впадине, в которой она крутится. В норме она составляет около 4 мм. Вот так выглядит остеоартрит. То есть щель существенно суживается. Она может суживаться на разных уровнях. То есть это может быть верхняя часть, это может быть внутренняя часть. И как правило появляются вот такие еще дополнительные остеофиты. Которые увеличивают как бы площадь соприкосновения. Но теперь мы с вами должны понимать. Если мы говорим о невоспалении. Да еще просто. Говорим о том, что боль может быть связана с давлением кость на кость. То есть хрящ должен уменьшиться до такой степени, чтобы осуществлялось уже давление. А костной ткани на костной. Сам по себе хрящ он не болит в норме. Поэтому если в норме 4 мм, то хрящ до 2 мм это еще нам запас прочности. Если хрящ еще, вот мы видим по снимочкам 2 мм, болеть выраженно сустав еще не должен. А вот когда уже идет контакт, вот тогда к нам пациент придет. Поэтому если, опять же, на рентгене написано начальные стадии остеоартрита, остеоартрозы, да, померили величину, а там допустим 3-4 мм, под сомнением такое вот. Просто увидели уплотнение костной ткани. И здесь рентгенологи нам написали. А уплотнение костной ткани, оно и будет здесь всегда выражено с возрастом. Потому что мы все прямоходячие. И как реакция на давление будет уплотняться вот такая подлежащая ткань. Так вот, при начальных стадиях артроза болеть сустав не должен. И если пациент к нам приходит с рентгеном абсолютно спокойным, абсолютно нормальным рентгеном или чуть-чуть суженой щелью, и говорит о том, что у него болит тазобетренный сустав, болеть может из-за многих причин, но только не из-за остеоартрита. Ну, теперь будет просто. Давайте коленочки посмотрим. Колено, прямой снимок. Тоже есть свои нормативы. Должно быть между наружным и внутренними отделами щель симметричная. Порядка 7-8 мм в норме. И не должно быть вот этих остеофитов, которые появляются по краям. Опять же, до тех пор, пока не сузилось больше, чем наполовину, как правило, боли именно из-за вот этого износа, из-за давления кость на кость, такого быть не может. Другие причины могут быть. А вот теперь крайне важная такая вот форма, которая, когда я увидела, что есть такой обзор, он был сделан в 2016 году, но я просто вот он лег мне в душу. Поэтому везде, где можно, я о нем рассказываю, и в том числе расскажу и вам. Мы с вами говорим сейчас только про коленные суставы. Итак, фенотипы коленных суставов, да, остеоартрита. Оказывается, есть несколько вариантов. Фенотипы, виды, возможности, да. Есть такой вариант, как хроническая боль. И посмотрите, сколько пациентов объяты. Мы сейчас пройдемся по каждому варианту. То есть порядка каждый шестой пациент, который приходит на прием к врачу. Может быть, воспалительный вариант. Метаболический, посмотрите. Очень мало, ну буквально два слова скажем. Тогда, когда изменяется кость или хрящевая ткань, это таких мало пациентов. Есть пациенты с механической перегрузкой и вообще великолепность. 17-47% минимальные изменения, которые не прогрессируют. Вот бы найти таких, да, нам пациентов, знать заранее, что у них ничего в прогрессии не будет. Их вообще можно не лечить, потому что, ну, минимальные изменения по рентгену. И Бог с ним, и как бы пусть он живет так. Итак, давайте. Хроническая боль. Вот смотрите, в какой мы оказываемся такой философский взгляд на вопрос. Значит, пациент к нам пришел. Он жалуется на боль в коленном суставе. На рентгене ему сделали. Нашли вторую степень остеоартрита. А болеть может не коленный сустав. У него могут быть механизмы так называемой центральной сенситизации. То есть на уровне головного мозга восприятие, своего тела идет неправильно. Воспринимается гораздо сильнее. Мы проводили, опять же, школу по фибромиалгиям. Вот там этот механизм очень четко рассматривали. И вот смотрите, что мы здесь говорим. Чтобы понять этот механизм. Нам дано тело. Вспомните себя в детстве. Бегали, прыгали, там в классике играли в резиночку. И мы не чувствовали своего тела. Есть оно и дано, и счастье, и здорово. Со временем, да, есть даже великолепная фраза, если после 50 ничего не болит, то ты уже не жилец на этом свете. И вот то, что мы здесь имеем. А может происходить и то, что в наше тело мы не только уровень анализатора, да, на уровне головного мозга. У нас есть разные анализаторы. Анализаторы зрения, слуха. Есть анализаторы нашего тела. Так вот, этот анализатор начинает работать неправильно. Дает сбои, и мы начинаем чувствовать свое тело. Чувствовать избыточно, как боль. И поэтому вот этот механизм, он может быть, и поэтому небольшая стадия, а чувствовать себя может человек очень-очень выраженная боль. Он будет нам жаловаться. Часто бывают другие еще расстройства. Вообще болит все тело. Болит кишечник, болит малый таз. Везде, вот куда ни дотронься, все это болит. Нарушается сон, усталость. То есть таких пациентов мы тоже видим. Мы понимаем, что здесь как раз развивается чаще всего фибромиология. И подходить к пациентам нужно совершенно по-разному. Как мы можем предположить о том, что здесь центральный механизм? Значит, Кэл Грэн Лоуренс, это те, кто предложили классификацию рентгенологическую. Если это начальная стадия, по логике должна быть слабая боль. Если это продвинутая стадия, выраженная, да, слабая боль тоже может быть. То есть пациенты просто не чувствуют боль. Замечательно. Мы также согласимся, если выражены изменения и сильная боль. Да. А вот как быть, если это начальные рентгенологические изменения, а боль крайне выражена? Вот здесь мы начинаем думать, нет ли здесь вообще центрального механизма. И посмотрите, это каждый шестой-седьмой человек, страдающий как бы остеоартритом. Они не будут, естественно, отвечать на стандартную терапию остеоартрита. Какие у нас здесь мы еще зацепочки можем предположить, что это центральная боль? Человек, не работающий. Человек, имеющий ожирение. Потому что здесь как бы ожирение, оно важно в плане того, что очень часто люди заедают депрессивные свои состояния. Поэтому вот в этой степени. Депрессия как таковая. Множество разных заболеваний. И вот все, что красным, это все достоверные, как бы неотвечики. Интенсивность боли всегда будет сильнее при этом механизме. Генерализованная боль, то есть болеть будет все тело. Вот эти вот факторы, которые нам не ответят на стандартную терапию остеоартрита. Если таких пациентов случайно прооперируют и сделают эндопротезирование, то сначала им станет легче, они верят в то, что, а потом вот та же самая часть даст опять через 12 месяцев прогрессию до такого же уровня, а то еще и сильнее. Поэтому главное выделить такую категорию пациентов нам, чтобы вести их абсолютно правильно. Очень часто бывает вот такой порочный круг. Пациент ожидает, что операция снизит боль. Ожидания не оправдаются. И тревога, и боль все это взаимно усиливается. Поэтому смотрите, мы говорим с вами про остеоартрит, но если это центральная сенситизация, то, конечно, так называемые хондропротекторы вообще никакого эффекта здесь иметь не будут. Мы должны выявить, мы должны понять, сформировать правильные ожидания и посмотрите, какие факторы. Мы должны работать психотерапевтами. Мы, как врачи, в принципе, и стараемся работать, объясняем пациенту и ищем причины, почему так болит. Акцентировать внимание на физкультуру. Физкультура, особенно у людей, которые находятся в тревоге и депрессии, вырабатывает внутренние замечательные факторы эндорфина и энкефалина. И таким образом существенно снижает боль. Тепловые процедуры, особенно душ с утра, приветствуются. И использование антидепрессантов. Есть и другие препараты, которые влияют на центральный механизм. И антиконвульсанты, допустим, работают. Но посмотрите, здесь мы вообще хондропротекторы назначать, скорее всего, не должны. Нестероидные противовоспалительные препараты могут иметь свое какое-то значение, но они на центральные механизмы также влиять будут очень-очень мало. Поэтому, если мы имеем такой механизм, это каждый шестой-седьмой человек, лечить мы его должны правильно. Не по стандарту, не по каким-то канонам, которые дают, а должны вычленять и лечить именно в соответствии с этим. Второй вариант – воспалительные. Воспалительные, как правило, мы видим тоже достаточно часто, когда, допустим, один коленный сустав или оба все время припухают, припухают, припухают. Там много воспалительных веществ синавиальной жидкости. Такие пациенты действительно имеют большую боль и быстрее прогрессируют заболевание. И, конечно, здесь очень важно, наоборот, сделать акцент на противовоспалительную терапию. Поэтому именно вот только при наличии, допустим, если мы говорим о внутрисуставной терапии, то у нас есть два основных препарата. Это гормоны глюкокартикоиды и есть гиалуроновая кислота. Все обязательно скажу, про PRP-терапию также скажу. Так вот, если у человека имеется воспалительный вариант, то у человека мы не приветствуем, конечно, этого часто исполнения, но, тем не менее, именно у него будет реакция на то, что будет вводиться внутрь сустава глюкокартикоиды. Это будет действительно. При сухих суставах они большого значения иметь не будут. Но, с другой стороны, может быть и другая ситуация. Таким пациентам нельзя вводить в суставы гиалуроновую кислоту при воспалении. Воспаление нельзя одномоментно купировать. Нельзя ввести, допустим, гормональный препарат, тот же дипроспан, и уже через неделю колоть гиалуроновую кислоту. Нет, категорически нет. Если у человека острое воспаление, вспоминаем. То есть, помните, мениск, я вам говорила, должно пройти 3-4 месяца, чтобы это воспаление ушло. Поэтому так делать категорически нельзя. После гормонов сразу же вводить гиалуроновую кислоту. Нет, не согласимся с этим. Почему нельзя в воспаленный сустав вводить гиалуроновую кислоту? Да потому что там есть в этой жидкости гиалуронидаза, которая будет расщеплять. И вот эта выброшенная на деньги, будет просто выброшенная на ветер деньги, израсходованная на гиалуроновую кислоту. Кроме того, она будет подстегивать, стимулировать воспаление дополнительно. Видите, какие тонкости. И мы не можем каждому пациенту подойти под одной гребенкой. Но тем не менее, при воспалении может поддерживаться еще и солями перофосфатов, которые можно диагностировать преимущественно при микроскопическом исследовании. Вот так у нас в больнице, допустим, в новой больнице мы делаем световая микроскопия. И вот такие кристаллики видим, которые могут быть в синавиальной жидкости. И мы понимаем, что здесь вот эти кристаллики, они будут постоянно придерживать воспаление. Мы должны объяснить это пациенту. И в принципе тогда и говорим о том, как мы должны работать. В основном это будет противовоспалительное лечение. Никакие хондропротекторы здесь эффекта не несут. Еще один вариант метаболический. Каждый шестой-седьмой пациент, особенно женщины с избыточным весом. Что же здесь такое происходит? А происходит то, что при избыточном весе это не только механическая нагрузка давления на суставы, но и жировая ткань. Это та ткань, которая является очень и очень активной. Поэтому при избыточном весе у нас могут быть даже связь между теми суставами, которые не несут весовой нагрузкой. Допустим, остеоартрит в межфаланковых суставах. Вот такую картиночку я нашла, которая говорит о том, что не наши пациенты. Все-таки видно. Да, американские пациенты. У них очень много таких с избыточным весом. Так вот вырабатываются в белой жировой ткани огромное количество воспалительных веществ с такими страшными названиями адипокина, которые будут влиять в системном кровотоке на воспаление в коленных суставах, на воспаление сосудистой стенки. И в частности будут влиять и на хондроциты, приводя к их повреждению. То есть не просто механическая нагрузка, но и системное воспаление. Адипокина всегда, к сожалению, у женщин больше, потому что процентное содержание адипокинов, адипокинов, жировой ткани у женщин будет всегда больше. Что здесь, какие особенности? По идее, нужно снижать вес, безусловно. Но нам пациенты, к сожалению, зачастую начинают всячески говорить, что я не могу его снизить, потому что у меня сопутствующая патология, которая не позволяет это сделать. А действительно сопутствующая патология разная. Она встречается очень и очень часто. Потому что болят коленные суставы, и поэтому я не могу выполнить нагрузки. И мы, как врачи, ведёмся на этом, к сожалению. Вместо того, чтобы говорить о том, что нужно использовать нужные тренажёры, чтобы не давить на коленные суставы, например, велотренажёр с правильным подъёмом сидения, или эллипсоиды, где меньшая нагрузка, мы, наоборот, идём, редуцируем физические нагрузки. К сожалению, ведёмся на поводе нашего пациента. Пациент руководит нами, а не мы им. И в результате вот эта адаптация, которая происходит. Мы снижаем виды нагрузок на 7,6% типу упражнений, и становится это всё малоэффективным. Физический избыточный вес, он, конечно, является риском для эндопротезирования. Поэтому нам физическая нагрузка крайне нужна. Физическая нагрузка, мы знаем о том, что она будет уменьшать риски эндопротезирования. А вот избыточный вес, вот здесь индекс массы тела, то есть, смотрите, это только избыточный вес 25-30 кг на метр квадратный, а дальше начинается ожирение. Так вот, риски эндопротезирования возрастают практически в 3 раза для коленных и в 1,5 раза для тазоветренных суставов при избыточном весе. Всё это плохо, безусловно, иметь. Но обещала два слова сказать о том, что есть ещё один фенотип, который в чистом виде встречается очень редко. Это когда изменяется просто костная и хрящевая ткань сама по себе, без всяких других факторов. Да, мы можем, конечно, посмотреть биомаркёры, но не это самое главное. Мы здесь вот как раз-таки смотрим рентгенографию, понимаем, что есть атрофический вариант, то есть тогда, когда идёт просто вот здесь снашивание хряща, встречается, видите, этот вариант не очень часто, но если он встречается, то это происходит постоянное сужение межсуставной щели и чаще всего это будет как раз-таки давление костной ткани на кость и в результате будет отекать, болеть. И такие пациенты очень часто развиваются разрывы менисков. Мениски тоже изменяют свои свойства. И противоположный, как мы говорим, гипертрофический вариант. Очень часто как раз-таки встречаются у полных женщин. Здесь щель относительно сохранена, но массивные остеофиты по бокам для того, чтобы увеличить такую площадь соприкосновения. Следующий вариант. Механическая перегрузка. Ещё вот этот пятый вариант, да, у нас есть. То есть, как правило, коленные суставы начинают изменяться из-за того, что неправильная нагрузка, неправильное положение. Ну вот здесь, допустим, такие варусные изменения, варусные коленные суставы. И, конечно, нагрузка будет на коленные суставы совсем нетипична. Как правило, предшествующее повреждение может быть, то есть травмы могут привести к такому варианту. То есть, неправильная нагрузка. Часто очень возникает тогда, когда у наших пациентов бывают с высоким уровнем мышечной силы. То есть, у наших пациентов, как правило, тренированные пациенты бывают. И в результате наши пациенты, у них мышечный корсет достаточно хороший. Поэтому и мы говорим, что акцент в этом случае будем делать на именно средства коррекции. Так, посмотрим ещё один вариант. Так, минимальные изменения. Вот эти минимальные изменения, вот это прогрессирование. То есть, мы не знаем, когда таких найдём пациентов. Но такие пациенты мы только можем ретроспективно оценить. Что лечили, не лечили, всё равно всё как бы одинаково, никуда не прогрессирует. Но, к сожалению, не знаем, как вылечить эту группу. Что ещё мы говорим здесь, чтобы мы понимали, из-за чего боль может возникать? Значит, боль, мы с вами уже оценили, может возникать из-за давления костной ткани на костную ткань. Дальше может быть микровоспаление, при котором начинают возникать дополнительные сосуды в синавиальной оболочке, в капсуле сустава. Эти сосуды будут неполноценными, они новообразующие. В результате может быть через них именно просачивание жидкости, да, то есть такое поддерживание воспаления. Ну и ещё один механизм. Хрящ у нас обычно лишён каких-либо нервных волокон. Если же он повреждается, то в него начинают прорастать сосуды, и вслед за ними прорастает нервная ткань. Хрящ начинает болеть. Вот, наверное, основные механизмы боли, о которых мы поговорили. А теперь давайте будем рекомендациям по лечению остеоартрита. И начнём мы опять же с коленного сустава, потом перейдём к другим локализациям. Рекомендации по остеоартриту коленных суставов есть разные. И вот здесь ещё одна большая путаница в головах, которая возникает. Это рекомендации европейского общества, вот мы сейчас по нему пробежимся, американского общества, российской коллегии ревматологов, да, ассоциации ревматологов России. Всегда очень интересно посмотреть по составу, кто, что даёт рекомендации. Ну, например, по рекомендациям Европейской общества по экономическим аспектам, да, остеоартрита. Интересно, что 18 членов, которые давали, голосовали, правда, 16 человек. Посмотрите, какие специалисты были в составе групп, да. То есть здесь были и клинические эпидемиологи, эндокринологи, гириатры, да. Но и дальше фраза, которая идёт в такой вот преамбуле, это то, что у них имеется опыт в проведении анализе, интерпретации клинических испытаний, доказательств связанных с остеоартритом. Но нигде не указано, что у них являются специалистами просто по лечению. То есть работают ли они докторами, видят ли они все эти особенности. Вот это очень и очень большой вопрос. Поэтому пробежимся по рекомендациям. Я позволю дать их официальное, как бы, звучание. Российские рекомендации очень близки к ним. Но где-то я позволю свои комментарии дать. Итак, рекомендации, значит, 16 человек. Что мы будем смотреть? Значит, есть рекомендации «за», есть рекомендации «против» и есть то, что никто не проголосовал. Если у нас было больше 75%, то есть больше трёх четверти от всех, которые здесь у нас были, людей, то есть 12 и более, то в этом случае эта рекомендация явно сильная. Итак, первая рекомендация. Доступ к информации. Да, абсолютно да. Обучение, снижение веса, программу упражнений. Безусловно. То есть здесь вообще вопросов никакой нет. Информационная база должна быть. Парацетамол, который ещё несколько лет тому назад использовали для первой стадии таких облегчений, обезболивания. И пришло это к нам, опять же, с Запада, потому что у нас парацетамол больше как жаропонижающий препарат. Мы его как анальгетик не привыкли использовать. На Западе он является безрецептурным, а в Америке тоже и поэтому использовался как анальгетик. Сейчас уже ушло то, что он не должен использоваться на регулярной основе. То есть если уж надо обезболить, то это мы идём к нестероидным противовоспалительным препаратам. С другой стороны, если вдруг какая-то кратковременная ситуация, ничего другого нет, то, конечно, парацетамол может быть использован в качестве такой быстрой анальгезии для человека. Что дальше? Следующий вопрос, который есть, сейчас мы говорим про европейскую долегу. Российские рекомендации очень близкие к ней. Потом мы с вами скажем про Америку и покажу, почему такие несостыковки. Итак, вот такая фраза. Пероральный глюкозоамин сульфат. Итак, следует использовать. Европа говорит да. Россия говорит также да. Глюкозоамин согласны. Хондроэтин сульфат. Европа говорит да. Российская коллегия говорит да. Поэтому здесь тоже можем использовать. Комментарий отдельный дам чуть позже. Комбинация глюкозоамин и хондроэтина не должна использоваться. Почему не должна использоваться? Это потому что на Западе не потому, что она неэффективна, а потому что нет соответствующих препаратов рецептурного плана. То есть в этом случае вот эта комбинация у них зарегистрирована как нутрицептики, а не зарегистрирована как лекарственные препараты. И вследствие этого только они дают ограничения по тому, что они не должны использоваться, а не потому, что они плохи. Идем дальше. Использование других хондропротекторов, медленно действующих субстанций. Такой термин применяется как СИСАДО. Кроме хондроэтина и глюкозоамина. То есть диацерина или авокадо и сои. То есть у нас это препараты, которые в Российской Федерации идут под названием диафлекс. Пиосклидин могут быть использованы в качестве альтернативы. То есть могут быть глюкозамин и хондроэтина. То есть они идут на первом этапе. Здесь принципиально может быть и в принципе часть говорит «за». В российских рекомендациях аналогично. То есть хондропротектором даем зеленый свет. Ниже поговорим, что как мы дальше будем думать о наших пациентах. Использование топических, то есть местных нестероидных препаратов. В виде гелей, кремов. Да, все высказываются «за». Если они помогают, то почему бы и нет. Вреда абсолютно не принесут. Поэтому можно совершенно спокойно их использовать. Использование внутрь пероральных препаратов. Да, все тоже говорят «за». Но безусловно тогда, когда у человека уже более сильная, более выраженная боль. Не надо всем подряд прописывать одинаково. К сожалению, я часто вижу в назначениях врачей такое, что пришел человек с болью в коленном суставе. Вот тебе то, то, то. Хотя при слабой боли абсолютно нестероидные препараты системно не имеют достаточной пользы. Они больше вреда принесут. Мы знаем об их побочных действиях. О том, что они могут давать и задержку жидкости, и вызывать повышение артериального давления. И то, что могут вызывать поражение со стороны желудочно-кишечного тракта, почек и так далее. Поэтому небезобидные препараты. И подряд всем, конечно, выписывать неправильно. Только в том случае, если они неэффективны. Что-то предшествующее. Использование должно основываться на профиле риска. И вот такая рекомендация, которая была, она дана была Ассоциация ревматологов России, начиная с 2012, потом 2015, 2018 год. О том, что мы должны учитывать риск сердечно-сосудистых осложнений, риск желудочно-кишечных осложнений. И предпочитать те препараты, которые как бы меньше влияют, меньше взаимодействуют. То есть группа так называемых коксибов при высоких рисках желудочно-кишечного тракта. Она будет более здесь применима. Либо препараты в сочетании с ингибиторами протонной помпы. Амепрозолы, пантопрозолы и другие препараты. То есть все эти особенности, которые мы должны учитывать при назначении противовоспалительных препаратов. Идем дальше. Использование внутри суставной гиалуроновой кислоты у пациентов, ну так вот сказано, у которых есть противопоказания к применению нестероидных препаратов, или если сохраняются, несмотря на проведение нестероидных препаратов. То есть как бы не самыми первыми, но данные препараты могут быть использованы. Видите, сильная за, слабая за, ну, в общем, Европа все равно за. Применение глюкокортикоидов. Что мы здесь говорим? Они более эффективны, чем гиалуронаты в первой неделе, но потом гиалуронаты предпочтительнее. Кроме того, гормоны обладают катаболическим действием. То есть они приводят к дополнительному повреждению хряща. И поэтому гормонами мы стараемся, ой, как не баловаться. То есть допустимо, конечно, несколько раз их вводить, но мы стараемся только при воспаленных коленных суставах, тогда, когда мы уже по-другому поступить не можем. Поэтому для нас это очень-очень ограниченный препарат. Слабые опиоиды. Непривычны в российской практике, но тем не менее препараты, допустим, группы травмодола, мы их можем использовать тогда, когда человеку боль непереносимая, и у него либо невозможная операция вследствие того, что у него есть большое количество соматических заболеваний, либо у него есть противопоказания к неастероидным препаратам, допустим, текущая язвенная болезнь, тогда мы дадим эту группу, потому что она не обладает каким-то побочным эффектом на желудочно-кишечный тракт. Обратите внимание, что здесь следующая рекомендация – долоксетин. Долоксетин – это антидепрессант. И он появляется в рекомендациях, особенно у больных с центральной сенситизацией, о чем мы с вами здесь и говорили, о центральной боли. Мы можем использовать, честно говоря, и другие антидепрессанты. А вот из российских рекомендаций антидепрессанты ушли. Непонятно почему, хотя каждый еще раз, шестой-седьмой человек, он требует их назначения. Ну и далее. Проводить операцию эндопротезирования на конечной стадии. Тогда вот, когда других каких-то вариантов у нас уже нет. Ну и применение классических опиоидов, то есть тех, которые уже, будем говорить, морфина, допустим, или, конечно, здесь не рекомендуется. Это да. Вот такие вот рекомендации, которые идут в Европе, в Российской Федерации, они очень близки. И в этом же 2019 году выпускает американский колледж ревматологов свои рекомендации. То, что зелененьким более сильно, это сильно рекомендуемое. То, что слабеньким, это слабо рекомендуемое. Но, тем не менее, все за. Разделили на кисть, на колено, на тазобедренные суставы. Но если мы посмотрим по этой схеме, в верхней части все, что не медикаментозное, разные виды нагрузок, тайчи, гимнастика, йога, тепловые процедуры, акупунктура и так далее. Дальше. Вторая часть при обезболивании, это разные виды нестероидных препаратов, то есть и в виде топических местных гелей, мази, и в виде приема внутрь. Также остается здесь и тромодол, и тулоксетин. А куда же делись остальные препараты? Остальные привычные нам препараты, в частности, глюкозамин, хондроитин, гиалуроновая кислота, в Америке сказано, нет, не рекомендовано. И вот на такой вот, видите, прямо глобальных противоречиях у нас и строится такое понимание. То есть пациенты у нас, когда слышат, то есть они верят, не верят, кто во что. И поэтому, конечно, если у человека сказано, допустим, прочитал, и то, что данные препараты не работают в соответствии с американскими рекомендациями, ну, приходят к нам и улыбаются на наше назначение, допустим, глюкозамина и хондроитина, понимая, что принимать этот пациент не будет, потому что он верит в то, что они не помогают. Вот как бы такие два противоположных полюса. Теперь я постараюсь высказать свое мнение, может быть, не совсем оно как бы допустимо, тут в рамках такой большой нашего вебинара, но все-таки позволю опираться на свой опыт. Я всегда ищу золотую середину. И моя золотая середина в том, чтобы, исходя из фенотипа коленного сустава, рассказать пациенту, откуда у него берется те или иные симптомы, откуда берется боль, и подобрать то, что более нужно для данного пациента. Да, мы можем проговорить все рекомендации, которые есть на сегодняшний день, но акценты я все-таки позволю сделать и акцентировать внимание на то, что нужно данному пациенту. Итак, возрастной вариант. Просто сустав стареет. То есть идет время за 70, за 80 лет изменения в суставах. Что мы здесь? Ну, конечно, прообразование. Это всегда львиная доля. Видите, я здесь в этот пирожок вынесла все возможные варианты. Безусловно, здесь я сделаю акцент на бандажи, какие-то поддержки, может быть, тросточку. Хондропротекторы я дам в малом варианте. Здесь очень-очень мало будет. Почему? Потому что точка применения уже исчерпывается. У пожилого человека, будем говорить, у старого даже человека, не у пожилого, у старого, уже хондроцитов практически нет. На что нам действовать? То есть здесь хондропротекторы, они, как правило, уже малоэффективными становятся. И в основном это нам нужно обезболить. Либо нестероидами, либо там травмодолом. Поэтому это вот такой возрастной вариант. Поэтому, конечно, проговорим все, но вот работать я буду именно по такому принципу. Метаболический вариант. Толстые, полные люди, с ожирением. Что здесь? Хондропротекторы, они будут здесь, как горошинка, как песчинка. Конечно, здесь нужно обязательно давать физкультуру и снижение веса. Без этого лечение не пойдет. Но назначу я хондропротекторы, попринимая человек. Ответа явного не будет. Постравматический вариант. Хорошо тренированные люди с хорошими мышцами. Что здесь? А вот у них очень активно идут репаративные процессы в суставах. То есть очень хорошо пытается все восстановиться. Бандажить, да? Потому что механика будет неправильная. Физкультуру будем продолжать. Хондропротекторы, гиалуронатом буду рекомендовать. Видите, какие я пытаюсь сделать в своей технике. Но это мой образ, мои правила. Сделать акценты пациенту. Попытаться объяснить, откуда и какие причины боли есть. Ну вот такие вот варианты, которые я предлагаю. Не нужно ориентироваться на протезирование коленных суставов особенно. Протезобедренные там другая ситуация. Тезобедренный простой сустав, шарообразный. И поэтому если у человека 3-4 степени артроза тезобедренного сустава, да мы подталкиваем такого человека на протезирование. А вот с коленкой, с коленкой все не так-то просто. С коленкой гораздо и гораздо сложнее. Мы знаем о том, что протез коленного сустава выживает очень плохо. Но это зависит еще от возраста. Если это более молодой возраст, вокруг эндопротеза начинают работать активно разные клеточки. То есть для них он чужой в костной ткани. И они пытаются его, честно говоря, вокруг него быстро такие процессы провести. И даже отторгнуть. И поэтому смотрите, выживаемость протеза, вот эти темные линии, это как раз-таки более молодой возраст. И вот эти верхние части, это возраст 80-70. То есть если мы поставили, не мы, а ортопеды поставили протез в этом, то как правило, посмотрите, 97%, там 98%, в течение 5-6 лет наблюдения, даже 8 лет наблюдения протезы сохраняются. Молодому человеку поставили через 4 года. Это уже понадобится более 17% на реэндопротезирование. Поэтому бережем коленки сколько можно. Но, конечно, в ряде случаев, меня могут ортопеды сказать, что в ряде случаев необходимо и более раннее эндопротезирование. Но соглашусь. Тем не менее, помним о том, что эндопротезирование, это не просто так для коленного сустава. Вот это вот классика. Это удовлетворенность, то есть satisfaction, да? И очень неудовлетворены, если мы посмотрим, вот такие вот цифры, до 20%. То есть каждый пятый человек. Есть свои особенности. Есть особенности неудовлетворенности в том, что коленный сустав сложен. Нужно очень правильно подобрать, не срезав лишнюю ткань, не недорезав ткань. Правильно его установить, правильно конфигурировать. И то зачастую сохраняется коленная чашечка. А в коленной чашечке тоже могут быть артрозы. И поэтому боль, как таковая, может и человека сопровождать дальше. Поэтому причины так называемого неудачного хирургического синдрома – это износ и трение суставной поверхности, ну да, со временем может быть. Инфекция, да, может быть. Не часто, к счастью, это всё встречается, но всё-таки это инородное тело. Перелом вокруг протеза, да. А вот дальше нестабильность, жёсткость. Безусловно, вот они дают этот дискомфорт. Вот коленная чашечка, она тоже не убирается, она остаётся в области сустава и поэтому может давать вот такую патологию, то есть тоже может давать дискомфорт. Вот это мы поговорили с вами про коленный сустав. Теперь давайте про другие локализации, о которых также обещала. Первое, что я могу сказать, что рекомендации, вот те, о которых я говорила, распространяются только на коленные суставы. Патогенез остеоартрита тазобедренного сустава не очень хорошо изучен. На него экстраполируются данные по коленному суставу, хотя это не совсем правильно. Потому что здесь, безусловно, как правило, для тазобедренного сустава совершенно другие механизмы, совершенно другие фенотипы. Если возникает очень рано остеоартроз, то, как правило, это дисплазия. То есть неправильное положение коленной чаши, бедренной кости, именно в области вот этой вертлужной впадины в тазовой кости. Поэтому здесь диспластические изменения, которые могут быть. И, как правило, до 60 лет сустав не стареет. Там, как правило, какие-то изменения больше диспластического характера. А именно первичная остеоартрита тазобедренного сустава в старшем возрасте после 60 лет. Какие-то рекомендации для тазобедренного сустава, они только есть в американском, вот этих рекомендациях отдельных каких-то пока не существует. Пока мы как бы на него идем с коленным суставом, с рекомендациями коленного сустава. Но, тем не менее, все-таки мы должны понимать, что есть большая разница. Что дисплазия, неправильное соотношение между головкой и впадиной, в которой вращается, может быть, это является показанием для более ранней консультации ортопедов. По остеоартриту суставов кистей. Здесь вообще все просто. Вот так вот они выглядят. То есть я говорила о том, что поражение чаще всего бывает в межфаланговых суставах. Классика жанра. Это узелочки такая, формируются изменения. Как правило, больше эстетического дискомфорта. Редко бывает, вот как здесь, например, воспаление. Тогда может быть достаточно сильная боль. Ну, вот такая локализация, такие типичные картинки. И может быть еще первый запястный пястный сустав болеть. Вот если это в этом, то нам, конечно, никаких методов больше диагностики вообще делать не нужно. Мы все и так увидим. Какие рекомендации? Рекомендации были предложены в 2018 году. Красиво, замечательно. Комментирую. Рекомендации по остеоартриту суставов кистей. Прежде всего, давайте приспособы разные, девайсы сделаем. Смотрите, длинная ручка. Вот такие барашки на кран или на бутылки, чтобы открывать, тоже есть такие, когда неудобно. Допустим, вот эти вот пластиковые, да, там с минеральной водой, допустим. Есть такие же барашки. Разного вида ручки, ножики. То есть, приспособиться вот так вот. В принципе, да, почему бы нет. Второе. Гимнастика. Мы даем гимнастику, рассказываем про гимнастику суставов кистей. А дальше такой комментарий. Рекомендации нет побочных эффектов, но положительный эффект минимален. После прекращения занятия эффект не сохраняется. Поэтому гимнастику делаем, но особо на нее не уповаем. Бандажи. Если мы говорим про бандажи, то нет никаких доказательств в плане пользы для межфаланговых суставов. Только для первозапясно-пясного сустава. Вот здесь имеет большое значение. Потому что первый запясно-пясный сустав, здесь в основном идет такое неправильное вот так вот механическое движение. В нем часто развиваются подвывихи. Поэтому очень важно здесь зафиксировать вот этот вот суставчик с тем, чтобы при каких-то случайных движениях не добавлять вот этого вот механической вот этой перегрузки. Поэтому для первозапясно-пясно да. В отношении нестероидных препаратов. Нестероидные преимущественно это должны быть локальные применения в виде гелий. Они безопасны, они проходят через тонкий кожный покров, в отличие допустим от тазобетренных или коленных суставов, где все это проникновение гораздо меньше. Поэтому безусловно да. Если мы говорим про системные обезболивающие препараты, крайне маленький срок, крайний период для купирования симптомов. Если мы говорим о хондропротекторах. Опять же, у нас всем подряд назначаются хондропротекторы, напомню, они зарегистрированы для коленных, тазобетренных суставов, суставов позвоночника. Одна единственная работа, которая пытается показать, что хондроэтинсульфат может быть использован для снижения боли и улучшения функции. Стойких каких-то доказательств нет. Глюкозамина точно нет. Поэтому здесь под большим вопросом, нужно ли назначать хондропротекторы. Внутрисуставное ведение глюкокортикоидов в мелкие суставчики. Здесь следующий вопрос. Если это воспалился сустав на межфаланговый, часто бывает вот такой, просто тикает буквально, тогда мы можем чуть-чуть, допустим, подколоть, но никогда в первый запястный-пястный сустав. Связка будет порвана, и тогда мы понимаем, что гормоны вызывают атрофию, связка порвется, и тогда пальчик будет абсолютно выходить из своей поверхности, будет развиваться под вывих. В отношении биологических препаратов, то есть мы их никогда не назначаем, ни метод рексат, ни лифлономид, даже речи об этом нет, это не ревматоидный артрит. Хирургическое лечение, если мы используем, в основном для как раз-таки первого запястно-пястного сустава. Сустав может болеть сильно, поэтому здесь мы привлекаем иногда кистевых хирургов, безусловно. Ну и красивая рекомендация в завершении, это то, что при долгосрочном наблюдении за пациентами с остеоартритом суставов кисти, следует учитывать их индивидуальные потребности. А какие же индивидуальные потребности делали мы, выполняли диссертацию, оказалось, что в основном, если страдают межфаланговые суставы, вот эти дальние, в основном это эстетический дискомфорт. Вообще лечить не нужно, так уж по большому счету, какими-то лекарствами. То есть то, что мы здесь в этом случае говорим, давайте делать будем самомассаж, давайте будем вести такой аристократический образ жизни, парафиновые ванночки, тепло, которое вам снимут, здесь боль. Избегайте холода, сырости, то есть садовых работ, тогда пальчики будут более долго сохраняться. Вот, поэтому вот это индивидуальная потребность. Гораздо реже, допустим, там в 20% могут быть воспаления, то, что показывало вот этих межфаланговых суставов, когда пальчики буквально тикают такие. Может быть, но другие будут потребности, здесь как раз-таки противовоспалительная терапия. Вот так подходим к остеоартриту суставов кисти. Стопа может поражаться. Давайте здесь посмотрим. И опять посмотрите, два слайда покажу. Это суставы стопы, рентгенологические признаки. Посмотрите, какие цифры. В первом, да, традиционно пальчики. У каждого практически второго мы можем найти старше 35 лет, если смотрим по рентгенографии. Вот они классические признаки. Сужение межсуставной щели, возникновение остеофита. В суставах предплюсные вот такие тоже изменения. Иногда даже косточка так формируется на тыле стопы. Часто обращаются пациенты. То есть посмотрите, по рентгену 32, 39, 42%. А симптоматика, если мы посмотрим, 6, 7, 8% всего лишь. Поэтому еще раз, рентген далеко не главное. Симптоматика боли. Итак, что же у нас мы будем говорить про первый плюснефаланговый сустав. Значит, это не отклоненный пальчик. Остеоартрит. Отклоненный пальчик это другая будет ситуация. Попозже ее рассмотрим, когда будем говорить о проблемах в стопе и в коленостопном суставе. Если мы здесь с вами говорим, то мы здесь говорим о том, что щель суживается. Зачастую появляются такие остеофиты и пальчик не может отклониться кверху. А для нас это очень и очень важно, потому что мы будем, если пациент не может перекатываться через первый пальчик, то он будет ходить боком, будет ходить на суставах как бы боковой части. И в этом случае появятся боли в других локализациях. Может появиться боль в области голеностопа, тазобедренного сустава. Если мы смотрим, то мы не сможем сделать вот такого тыльного сгибания этого пальчика ограниченным. Вот так на рентгене он будет выглядеть. Первая стадия, продвинутая стадия с такими вот остеофитами. Лечение. Обратите внимание, никаких хондропротекторов. А обезболиваем. Может быть где-то гормоны ведем. И самое главное, это модификация обуви и бандажи, ортезы. Сейчас про них проговорим. И хирургическое лечение. Очень большое нам значение имеет вот такая обувь. Она первично была выпущена итальянской фирмой. Сейчас уже имеются, так будем говорить, аналоги других производителей. Что нас очень интересует? Нас интересует именно ее подошва. Она очень необычная, закругленная. И в этом случае в такая закругленная подошва, как на кресле-качалке, наши пациенты перекатываются, вращаются, а пальчик-то уходит из нагрузки. То есть работает голеностоп, работают икроножные мышцы. И поэтому облегчение существенное. Кто надел ее с такой вот деформацией пальцев, те уже эту обувь не снимают. Хотя она выглядит, конечно, очень своеобразно. Могут быть модифицированные стелечки. То есть вот они тоже здесь с определенными там добавлениями секций. Такие могут быть. Ну и вот то, что мы посмотрим, что вот такая модификация для первого пальчика на стопе. Посмотрите, боль в покое, боль при движениях. Насколько она уменьшается через 8-12 недель, 2-3 месяца. Исходно от 100%. Уменьшение идет практически в 2 раза. Что по обуви, что по стелечкам. Если уж принимается решение, то делается операция, делается остеотомия. То есть убирается кусочек костной ткани. В этом случае улучшается вот это подошвенное сгибание. Удовлетворенность высокая. Но иногда бывают осложнения. Когда слишком много срезали, может быть ощущение нестабильности сустава у каждого третьего пациента. Таким образом, резюмируя, уже подходим к концу сегодняшней школы. Буду сейчас отвечать на ваши вопросы. Если мы говорим про остеоартрин. Первичный, еще раз, клинически значимый. Не рентгенологический, а клинически значимый. Типичен только для ряда суставов. Тазобедренные, коленные, суставы кистей, первых плюс нефаланговых, и суставов позвоночника. Еще раз, это не рентген, это клиническое понятие. Вот это должно с нашей школы уйти. Имеет разный патогенез, разное происхождение. От этого будут разные подходы к лечению. Мы должны индивидуализировать наше лечение. Хондропротекторы зарегистрированы для лечения остеоартрита коленных, тазобедренных и суставов позвоночника. Но ни стоп, ни кистей. Огромное значение, просто огромнейшее. Приобретают немедикаментозные методы. Снижение веса, физкультура, бандажи. Лечение осуществляется амбулаторно. Госпитализация только для оперативного лечения. Вот такое вот резюме. Поэтому готовьте вопросы. А я сейчас еще сделаю следующим образом. То есть мы работаем, про себя расскажем, в новой больнице в городе Екатеринбурге. Мы с 1 октября прошлого года работаем как центр клинической ревматологии. Это наши телефоны, по которым можно записаться к нашим докторам. Но стараемся работать индивидуально от души. Нам нравится ревматология. Мы собрались под одной крышей. И нам, как ревматологам, очень-очень нравится. У нас есть все возможности работать с вами. План школы. Мы постараемся и дальше эти школы продлевать. Вот мы дошли сегодня. Видите, как мы все четко работаем. Это то, что мы уже провели. Можно посмотреть, зайдя на сайт новой больницы, в раздел ревматологический центр. И в школах для пациентов, как за 2020, так и за 2021 год, можно посмотреть самые разные здесь школы. Приветствуем, пожалуйста, приходите, слушайте, подключайте своих. Это абсолютно бесплатно, в удобное время. Пожалуйста. Кроме того, мы занялись тем, что мы проводим телеконсультации. Телеконсультации для разных пациентов. Теперь мы уже горнимся тем, что охват практически всей России. То есть такая телемедицина. Можно по данному телефону 288-36-98 с нашим кодом города 343 выйти на телемедицинскую консультацию. И все, что можно, мы, конечно, здесь проведем. Ну и вот телеконсультация тем, что мы довольны. Это то, что место жительства пациентов еще недавно демонстрировала только Россию. Теперь уже появилась вот эта маленькая-маленькая частичка за пределами Российской Федерации. То есть мы выходим на международный уровень. Мы счастливы, рады, потому что планов, конечно, у нас амбициозных очень много. Мы хотим стать именно центром ревматологии. Чтобы она знали, ну вот такие вот мы. Ну и результативность телемедицинских консультаций. То есть вот это то, что наши пациенты всегда отмечают. Видите, 94% практически, которые получают ответы на все заданные вопросы. Ну мы считаем этот показатель очень-очень привлекательным. Вот на этом я заканчиваю школу. Я буду очень благодарна вам, если вы дадите нам обратную связь. Вот только что в чате я кинула ссылочку на то, чтобы вы нам помогли и сделали наши школы еще лучше. Я очень благодарна вам, если вы сможете дать нам обратную связь, ответив вот на эти вопросы анкеты. Пожалуйста, скопируйте в строку к себе. И она не займет много времени, там буквально 5 минут. Но мы очень будем благодарны. Все-таки нам тоже интересно. И научные работы мы пишем. Все-таки мы стараемся все это сделать. Поэтому, конечно, собираем материал и будем благодарны. Я еще раз напомню. А теперь я с удовольствием буду отвечать на ваши вопросы. Давайте я пока не убежала из чата, отвечу сначала на те вопросы, которые есть в чате. Итак, давайте. Так, Юрий, спасибо за обратную связь, которая уже высказана прямо сейчас. Да, мы хондропротекторы стараемся. Вообще мы стараемся каждому пациенту подходить очень индивидуально. Так, Светлана. В Европе многие принимают коллаген для суставов. И молодые, и пожилые. Стоит ли принимать коллаген? Значит, на сегодняшний день можно попробовать принимать абсолютно любые препараты, лишь бы они не вредили человеку. В отношении коллагена пока доказательств больших нет. Коллаген все-таки это сложная молекула. И нужно представить о том, что она должна попасть в желудочно-кишечный тракт. Там как-то преобразоваться. И вот эти вот ее мелкие частички, то есть желудочно-кишечный тракт, он вообще-то расщепляет белки. Поэтому то, что он дойдет до сустава коллаген, ну это еще очень-очень спорно. А вот в отношении того, что при остеоартрите как нигде выражен так называемый плацебоэффект, это я вам скажу точно да. Это у меня отдельная лекция есть про плацебоэффекты. Для врачей я читаю. И по остеоартриту плацебоэффект, то есть эффект, или мы говорим правильно, контекстный эффект. То есть как вот вам преподали этот препарат, он может достигать 70-80% значимости при остеоартрите. Давайте я чуть-чуть отвлекусь. Я обязательно отвечу на вопросы, но мне этот вопрос просто заинтриговал. Итак, смотрите, пациент к вам приходит с болью, да. Наша задача уменьшить ему боль. Вспомните, самые разные ведь есть и пассы, и гипнозы, и все это уменьшает боль. Так вот, что такое контекстный эффект? Вот если бы я вам сейчас сказала, это супер, да. То есть вы мне доверили, коллаген замечательный, да еще в красивой упаковке. Да вся Европа принимает его. Безусловно, вы бы потянулись за коллагеном, стали бы и наиболее впечатляемым людям. То есть, безусловно, данный препарат был бы в помощь. Плохо это или хорошо? С одной стороны, да, мы должны использовать контекстный эффект. Потому что вреда, допустим, от препарата не будет. Но с другой стороны, какая разница, если от него вреда нет, каким способом мы снимаем боль? Поэтому я бы ответила так. В рекомендациях коллагена нет на сегодняшний день. Если идти из такого контекстного плацебоэффекта, и он будет помогать, я против ничего иметь не буду. Механизм действия коллагена для меня будет несколько сложновато понять, потому что я не совсем понимаю, как он может достигнуть сустава. Но это мое личное впечатление. Наталья, запись будет. Она, как правило, у нас конвертируется и выставляется, опять же, в тех же школах для пациентов. То есть, на сайте новой больницы города Екатеринбурга, в разделе ревматологический центр, записи школ. Ну, от одной до двух недель и появляется. Подскажите, пожалуйста, когда будет занятие по боли в локте? У мужа после химиотерапии, гормонотерапии появилась боль именно в локтевом суставе, куда можно обратиться. Значит, ну, в ближайшее время по боли в локте, вот пока мы не планировали, потому что мы практически до ноября у нас школы есть, мы их немножко сейчас на летний период сделаем пореже, раз в месяц будем проводить. И так уже много мы школ здесь записали. Вот, но обязательно учтем ваши, и после ноября будем формировать уже на следующий год, проведем школу в локтевом суставе. А обращаться можете к нам, обращаться в Центр клинической ревматологии, мы с удовольствием к вам посмотрим, потому что, что именно болит в области локтевого сустава? Там могут быть самые разные нюансы, особенно после химиотерапии. Посмотрим. Здравствуйте, у меня проблемы со стопой, не могу стоять на ногах чуть больше пары минут. Начинает болеть в области пятки, думал шпора, на рентгене не показывает. Давайте проговорим. Значит, смотрите, боль в пяточной области, давайте так на руке буду показывать, вот так, да, изображу, вот в этой зонке снизу, встречается очень и очень часто. Мы называем это энтезопатии, такое красивое название, а так это пяточная шпора. Как мы ее диагностируем? Вот еще разочек, вот так вот надавливаем, буквально так вот, чтобы было видно, буквально костяшкой пальцы надавливаем в эту зонку, и возникают боли, которые у человека, то есть мы говорим, да, вероятнее всего, это пяточная шпора. Почему вот здесь, Самат, вы абсолютно в точку попадаете, опять к тому разговору, что рентген и клиника, они могут быть абсолютно разные. Дело в том, что если идет воспаление в этой зоне в пяточной области, воспаление, оно на первых парах будет давать только боль. Что такое шпора на рентгене? Это пропитывание зоны, которая была воспалена, пропитывание кальция. То есть это идется временем, пройдет 4-6 месяцев, и вот эта вот воспаленная зонка, она пропитается солями кальция и будет великолепно видна на рентгене. Поэтому смотрите, какое несоответствие. Может болеть, на рентгене ничего не быть. Может быть на рентгене ничего не болеть. Поэтому мы говорим, мы диагностируем пяточную шпору и именно вот таким методом, надавливанием на пятку. Если в этой зонке есть боль, то есть это для нас, вернее для вас это понятие пяточной шпоры, для нас красивое название, плантарный фасцит, антезопатия пяточной области, но суть одна и та же. Поэтому рентген это более позднее понятие. Вот так вот. Не надо на него ориентироваться. Идем дальше. Когда есть доверие врачу, то назначение препарата с плацебо вполне приемлемо. Я в качестве пациента только за. Юрий, я с вами согласна. Мы очень много можем играть вот на этом плацебо-эффекте. 70-80% успеха. Главное правильно здесь все это преподать, поэтому вопросов здесь нет. Но мы, правда, честны перед пациентом, поэтому не обманываем и здесь проговариваем, в какие сроки что и ждать. И не отрицаем действия ни одного лекарственного препарата абсолютно. Поэтому, если человеку помогает, мы только за. В силу ли механизмов препарата, в силу ли контекстного эффекта, главное, чтобы не вредить, чтобы не было ноцебо-эффекта. Кстати, вот про ноцебо-эффект, об этом мы говорим и реже гораздо, Юрий. Дело в том, что ноцебо-эффект это эффект от пустышки. Плохой эффект от пустышки. К примеру, как-то вопрос не задавали. Обезболивающие препараты, да, нездороидные противовоспалительные, есть в таблетках, есть в инъекциях. С одной стороны, инъекции в силу менталитета наших пациентов действуют якобы лучше. И это есть как раз-таки вот этот плацебо-эффект. Потому что мы прекрасно знаем, что по своей фармакокинетике действие будет только лишь на 15 минут быстрее, нежели выпитые таблетки внутрь. Вот, поэтому, конечно, то, что инъекция, это уже само по себе плацебо-эффект. Но она может стать и ноцебо-эффектом. Потому что постинъекционных осложнений тоже никто не отменял. И не только абсцессом, но и также так называемых инсенсеритов, шишек, которые там образуются, как рубцовая ткань, которая может быть на любое повреждение. Поэтому, как бы, когда мы говорим о нестероидных препаратах, я категорически, так уж сказать, против инъекционных препаратов. Пьем внутрь. Действует одинаково с разницей в 15 минут. Побочные эффекты на желудочно-кишечный тракт одинаковые абсолютно. Поэтому действуем именно так. Болят плечи и локти, Алиса, да? Но, послушав, поняла, что нет артроза плечевых и локтевых суставов. Нестероиды не помогают. Боли не уходят. Что же может быть? Оп, вопрос такой, значит, плечи и локти. Как бы локализация, которая уже распространяется на две конечности. То есть, что здесь может быть? Может быть проявление генерализованной боли, центральной боли, о которой мы говорили. Можем здесь как бы подумать. Может быть так называемый миофасциальный синдром. То есть у нас зачастую мышцы над плечами стягиваются, болят. И в этом случае тоже может быть отдавать сюда боль. Поэтому надо смотреть. Хотя бы, да, через телемедицину, как угодно, но надо смотреть. Так, продолжение. Боли начались после перенесенной коронавирусной инфекции. И здесь нам тоже нужно поговорить, тогда будет. Потому что после коронавирусной инфекции болевой синдром может быть очень разным. Значит, первые варианты. Человек просто достаточно долго лежал, на, может быть, больнице на неудобном положении. И у него в результате возник вот этот как раз мышечно-фасциальный, миофасциальный синдром. То есть просто стянуло мышцы. Вариант возможен. Второй вариант. Человеку давали антибиотики. При антибиотиках изменяется микрофлора в кишечнике. Новая микрофлора, которая является, так будем говорить, не очень такой домашней приятной микрофлорой, может давать иммунизацию человека. И тем самым запускать воспалительные процессы. Такое тоже может быть. Поэтому давайте гадать не будем. Здесь надо посмотреть. Наталья, у меня болит тазобедренный сустав. Рентгенологически нет изменений, кроме сужения щелей. Диагноз не ставят. Никакого лечения, только делать зарядку. Так, если эта щель сужена, очень незначительно, то значит, действительно, это не остеоартрит, который, не остеоартроз, который болит. Разбираться надо. Потому что, еще раз, я показала, мягкие ткани, это вот все, что снаружи болит. Есть еще такое понятие, как, сложно скажу, фемороцетабулярный импичмент синдром. Что при этом происходит? На рентгене будет абсолютная норма. Это, так показываю, головка ветреной кости, которая находится в падении, да, в тазовой кости. Она вращается. Импичмент состоит в том, что вот в этот промежуток между двумя косточками иногда западает ткань, суставная ткань, сдавление, импичмент. И тогда будет достаточно выраженная боль. Может быть, это проблема. Если проблема, еще разочек, снаружи, то есть там, где я вам показывала бедра, там мягкие ткани. Поэтому нужно здесь посмотреть клинически любые варианты. Лучше, конечно, очно разберемся. Потому что сужение щелей, если оно совсем минимально, вот именно этого значимого артроза, конечно, здесь нет. Может болеть и отдавать из-за спины вот эти вот мышечно-фасциальные синдромы. Верить в то, что назначено врачом, помогут. Вера, ну да, Вера, согласна с вами. Елена. Эффективно артро-МСМ при коксартрозе тазобедренного сустава возраст 66 лет. Вы можете попробовать. Что мы здесь говорим? Если препарат эффективен, то вы почувствуете, что у него есть эффект в пределах даже уже первых двух-трех месяцев. Артро-МСМ, она не имеет побочных эффектов. То есть она состоит из глюкозамина, хондроитина, и там добавочный еще метилсульфак. Глюкозульфак, там, препарат есть, который способствует вроде бы лучшему применению, то есть на серии он основанный, лучшему проникновению веществ внутрь сустава. Поэтому вы его начинаете, данный препарат, и дальше вы посмотрите, если в силу ли того, что этот препарат помогает, он начинает работать, допустим, на хондроциты, на ткань хрящевую, и будет в силу этих процессов помогать, или в силу того, что вы верите в данный препарат, неважно, он не несет вреда. Попробуйте сделать первый курс в течение трех месяцев, и вы поймете, эффективно ли вам конкретно или неэффективно. Так, значит, здесь, так, следующее, Юрий. Мой диагноз ангелозирующий спондилоартрит при коронавирусе ныло 10 дней нога, была прохладной, ватной, упругой нервы или тромбоз? Юрий, так очень сложно ответить. Вообще, конечно, если есть определенная асимметрия, то прежде всего, конечно, нужно делать ультразвуковое доплерографии, то есть посмотреть, что у вас там с венами. Вот, поэтому ведь не только и тромбоз может быть, может быть и то, что действительно здесь имеются неврологические жалобы, но надо посмотреть, потому что заочно не скажу. Если хотите, как бы, без врача, сделайте ультразвуковое исследование. Так, сама забыл сказать, что помимо боли в стопах хрустят позвонки, чувствую каждый позвонок 32 года, борюсь болью в стопах 3 года, ничего не помогает. Поставили реактивный артрит, серонегативный спондилоартрит. Выписал сольфосалазин сам из Казахстана. Значит, Самат, я вам здесь что могу сказать? Выходите на нашу, то есть приехать, если к нам не можете, выходите на наши телемедицинские консультации. Мы здесь все с вами сделаем. Значит, что для вас конкретно будет нас интересовать, чтобы нам все понять, чтобы исключить дебют анкелозирующего спондилоартрита. Я сейчас напишу здесь именно для вас в чате, что вам нужно сделать. То есть это типирование на ген HLA-B27 и MRT крестцово-подвздошных суставов. Значит, вы делаете заключение, вы нам просто прикрепите, а все остальное мы с вами уже проговорим, когда выйдем на телемедицинскую консультацию. Потому что нам нужно слышать вас, как вы нам будете рассказывать. Хруст в суставах, не патология в большинстве суставов, но ту же боль, которую вот здесь вы говорите, ту же был реактивный артрит. Особенно копите фотографии. То есть если вот эта видимая локализация, как суставы распухли, делайте снимочки, делайте снимок вместе со вторым суставом, чтобы нам это все как бы... Это все сейчас возможно через телемедицинские консультации прикрепить все анализы, прикрепить свои снимки, сделанные при хорошем освещении. И, пожалуйста, нам будет проще. Мы, во всяком случае, с какой-то долей вероятности вам в большей степени расскажем. Вот, делали наши лябы 27, отправляли в Германию, результат отрицательный. Ну, значит, тогда риск ангелозирующего спондила артрита снижается максимально. Вот, если говорить о болях там в пятках, ну, в этом случае у нас варианты следующие, подпяточники, инъекции дипроспана в мягкие ткани пяточных областей и ударно-волновая терапия. Ну, это так вот на ходу, как бы сказать. Остальное действительно нужно смотреть. Дозировка артра-МСМ. Значит, дозировка артра-МСМ. Там идет, по-моему, в пределах трех недель или первого месяца у артра-МСМ идет прием именно данного препарата, затем переход идет на обычную артра. Значит, для артра-МСМ можно... Так, подождите, вы уже спасибо говорили, а дайте позволю еще напомнить. Все-таки не забудьте, пожалуйста, ответить на нашу анкету. Вот здесь еще раз я вам даю ссылочку. Если кто-то нас покидает, все-таки сделайте для нас, пожалуйста, такое полезное дело. Так вот, первую артра-МСМ принимаете в течение месяца. Значит, там можно принимать по тому, как дано в инструкциях. То есть дальше до 5-6 месяцев вы будете использовать данный препарат уже в виде просто артры, потому что считается, что вот это вот как бы нам необходимо использование данного лекарства в отношении именно как бы насыщения организма. Напомню только, что в настоящее время артра-МСМ, она является препаратом, который относится к биологически активным добавкам ну и если мы здесь говорим, то принимается 2 таблеточки в день. Если уж на то, пошло по рекомендациям, которые мы используем для данного препарата. так, что-то у меня с компьютером, так, 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 опа-па, что-то у меня случилось, где-то у меня зависло. Так, я постараюсь сейчас перезагрузить. Все, вроде бы я здесь с вами. Так, давайте дальше смотрим. Вопросы сейчас еще раз. Так, артроз при анкелозирующем спондилоартрите носит ли специальное название? По сути, природа артроза и артрита разные. В данном случае происходит все вместе. Юрий, значит, здесь вопрос идет следующий. Мы с вами сегодня большую часть лекции просветили, школы посвятили именно первичному остеоартрозу. То есть, это тот артроз, который развивается на как бы интактных суставах. Но есть очень большая группа, называемого вторичного остеоартроза или остеоартрита. То есть, то, когда развивается заболевание на фоне предшествующего воспаления, допустим, на фоне предшествующего повреждения. И вот здесь то, что мы с вами говорим при анкелозирующем спондилоартрите. Во-первых, есть воспаление с повреждением. Во-вторых, есть нарушение биомеханики. То есть, уже будет неправильное давление на позвонки, допустим, на нижележащие суставы. Поэтому, да, остеоартрит здесь будет. Но отличать по названию будет только лишь то, что он является вторичным. Какие подходы здесь будут? Подходы к лечению будут следующие. Прежде всего, это, безусловно, купирование воспаления. Потому что, чтобы это не прогрессировало. Во-вторых, то, что мы здесь будем также проговаривать, это воздействие на стабилизацию определенной биомеханики скелета. Тоже нам это будет крайне необходимо. Вопрос, который вы мне можете задать. Ну, обезболивающие препараты. Здесь работают и на анкелозирующие спондилоартриты, как обезболивание при артрозе. Нужно или не нужно использовать хондропротекторы? Такой чаще всего задаваемый вопрос. Отвечаю сразу же. Противопоказаний нет. Это уже развязывает руки. Второе. У хондропротекторов, да, вроде бы, зарегистрированы легкие противовоспалительные эффекты, как у глюкозамина, так и у хондроэтина. Они, конечно, несравнимы с нестероидными препаратами, но, тем не менее, мы можем, как бы, и на этом фоне основываться. Ну, а следующее. Кто мешает пропить данные препараты в течение, допустим, тех же трех месяцев и для себя оценить, помогает или не помогает тот или иной хондропротективный препарат? Чувствуете ли вы облегчение? Чувствуете ли вы симптоматическое какое-то действие? Если появляется, да, будем приветствовать. Не появляется, ну, решаем дальше сами. То есть вреда они не несут, но, видимо, и определенной пользы тоже самое. Вот, наверное, так. Вроде бы ответила. Так, вопросов больше я не вижу. Спасибо всем огромное за участие. Еще разочек очень благодарна буду за заполнение анкеты нам. Это крайне важно получить обратную связь. Ну, и, наверное, сегодня мы будем тогда завершать вебинар. Спасибо всем. Хорошей, прекрасной погоды. Скорого наступления. Лето. Удачи вам всем и здоровья. Спасибо. Анализы, да, Самат, если вы будете направлять, как только вы зарегистрируетесь вот на этом нашем телемедицине, то в этом случае у вас сразу же будет возможность прикрепить свои анализы, все результаты. И мы тогда с вами в нужное время по Екатеринбургскому времени только ориентируйтесь. Выйдем на связь. Обязательно я вас посмотрю, насколько это возможно, предварительно уже буду знать и ваши результаты анализа, и вас буду видеть, и таким образом мы с вами поговорим. Спасибо. Вам всем успехов. Спасибо.